Третья глава пророка Наума Третья глава, наконец, расписывает почему. Первая задавала тему, гибель Ниневии, потому что Господь воитель, мститель, потому что он щит для прибегающих к нему, то есть израильтянам защищает. Вторая глава очень подробно описывала, как это будет, и там знаменитое пророчество о речных воротах. Ниневия была разрушена, когда войсками Дианы Персов отвело воду из реки через особый канал и подмыли основание крепостной стены. Она рухнула, получились речные ворота, да, вот это здесь предсказано. А третья глава, описание, собственно, почему все это так. Ну чем уж так Ниневия плоха, что ее надо разрушать. Горе кровавому городу, весь он лжив, грабежом полон, без добычи не остается. Свист бича, колес, грохот, скачет конь, колесница мчится, конница нападает. Блеск мечей, сверканье копий, много убитых, груды тел, нет конца сраженным, спотыкаются люди о трупы. Вот такая эстетика разрушения, да, не просто говорится о том, что Ниневия будет уничтожена, а ее уничтожение показано очень красиво. Как в каком-нибудь советском фильме там идут какие-то там нацистские солдаты, очень красиво идут, да, то есть мы понимаем, что это зло, но при этом у него есть своя эстетика. Там 17 мгновений весны очень в этом смысле показательное кино. Вот так и здесь не оправдывается это нашествие, это разрушение, но оно как-то все-таки эстетизируется, все-таки появляется какой-то элемент даже любования. Вот мы выяснили уже, это первая глава прежде всего, и здесь еще раз это будет сказано, что это нашествие – это орудие Господа, и как орудие Господа оно тоже выглядит по-своему красиво. Так же, как в Нигивово, Господь любуется Левиафаном и Бегемотом, загадочными существами, которые, в общем, явно не очень хороши для человека. Ну и дальше разъяснение. Это за множество блудодеяний, блудницы на вид приятный, в чародействе искусный, с помощью блуда народами торговала, с помощью чародейства племенами. Что это значит блудница, которая торгует народами и племенами? Ну, это, конечно, Ассирийская империя, не Неви, ее столица, и она владеет разными народами, территориями, управляет племенами, все это так. Что же за блуд, при чем здесь это чародейство? Ну, империя – это языческая, и очевидно имеется в виду, что вот именно ее языческая религия, все эти культы разных божеств, они в каком-то смысле были инструментом, с помощью которого она добивалась этой власти над народами. Вот, я против тебя, пророчество Господа воинств, задеру тебе подол на голову, покажу народам твою наготу, срам твой царством. Библия иногда настолько откровенна в своих образах, что даже трудно переводить. Вот здесь напрямую написано, ты вот себя ощущаешь какой-то великой красавицей, я задеру тебе подол, всем покажу твою наготу, позор. Ну, что это такое? Конечно, образ величайшего позора, и когда показывают наготу, то скрывать нечего. Вот человек красиво одетый, его телесные недостатки не видны. А нагота, конечно, часто мы ее понимаем эротически, но в Ветхом Завете очень мало где эта эротическая нагота появляется в песне-песне. Притягательная нагота красавицы. А гораздо чаще это состояние позора, потому что люди, которые не хотят, чтобы им задирали подол или показывали, как они выглядят в голом виде, они встречаются гораздо чаще. Это не столько эротично, сколько позорно в подавляющем большинстве случаев и в жизни. В библейском тексте тоже. Ну и вот, соответственно, придворная красавица, некая царица, которая оказывается в состоянии полного позора. Покажу народам твое наготу, срам твой царством, забросаю тебя мерзостями, а позор и превращу в посмешище. Всякий, кто тебя тогда увидит, прочь побежит и скажет. Разорена Ниневия, кто ее утешит, где же найти сочувствующих ей? Вот, соответственно, история, которая должна произойти, которая действительно в 612 году именно с Ниневией, ну и со всей Ассирийской империей произойдет. И дальше такое сравнение. Мы не знаем, какое конкретно нападение на Египет имеется в виду здесь. Но вообще Египет – великая империя, которая, однако, уже в библейские времена постепенно приходила в упадок и не особенно вмешивалась, пыталась, но не очень это удавалось, вмешивалась в то, что происходило на территории земли Израиля, Палестина, Ханаана. И поэтому Египет – это такой прекрасный образ старой, но бессильной империи. Вот сегодня, скажем, Британская империя, она есть, ну там от нее мало что осталось из заморских владений, но великие традиции, вот все это есть, ну, конечно, не она сейчас самая главная. Египет – вот такая Британская империя 8 века, то есть вроде бы есть, и перцы ее тоже, кстати, захватят и тоже сделают частью своей державы, но Египет всегда особенный, он всегда такой, что даже Александр Македонский хоть и завоюет его, но скорее будет сам пленен этим египетским миром, этой культурой, этой даже религии древней. Вот так и здесь рассказывается, с одной стороны, о поражении и о страшном поражении, когда младенцев на куски рубят, всех уводят в плен. С другой стороны, все равно Египет – это такой образец, ну, шикарного государства, какой-то очень культурного, богатого, сложного мира, по сравнению с которым Ниневия даже вторична, пусть она и Великая империя. Ну, как, я не знаю, Нью-Йорк по сравнению с Лондоном, да, все-таки не такая древняя история. Так и ты, одурманина, будешь скроешься, будешь искать от неприятеля защиту. Укрепления твои, что смоковница, на которых плоды поспели, потряси их, упадут едоку прямо в рот, да и народ твой обабился. Да, вот такое именно выражение стало нежным, стал таким женственным, уже не воины. Обычная история, когда Великая империя захватывает территорию, у нее все хорошо, у нее прекрасная, там, политическая картина, у нее, там, экономика мощная, построенная на грабеже, прежде всего, на разорении подчиненных народов. Ну, и можно расслабиться. Так, и Рим падает под ударами варваров потом, и многие другие империи. И вот плоды поспели, да, такая картина империи, которая очень притягательна, богата, знаменита, но не может себя защитить. И помните, мы говорили в первой главе, что книга Наума, это, конечно, про Ниневию, про Осирию, но это, если в Библии, все-таки такая архетипическая книга, она рассказывает вообще о мировых империях, сегодня любят геополитика, сверхдержава, там, сфера влияния, доминирования. Да вот, вот чем это все заканчивается, да, то есть, быть какой-то сверхдержавой, ну, может казаться приятно, легко и весело, но на самом деле очень много у этой истории своих проблем. В частности, что империя становится смоковницей со спелыми плодами, которые потрясти, вот, и в рот все посыпятся, а народ-то обабился, народ-то уже не тот. Откроются врата твоей страны врагам, и огонь пожрет засовы. Запасай воду на день осады, усиливай укрепление, таскай грязь, меси глину, готовь кирпичи, ну, чтобы отстраивать разрушенную часть стены, да, снаружи разрушают осаждающие, а изнутри обороняющиеся достраивают разрушенную. Вот, запасай воду самое главное, потому что без воды жить человек совсем не может, и заранее готовься ремонтировать укрепление. Там пожрет себе огонь, посечет меч, пожрет, как саранча. Саранча, конечно, образ понятный, насекомые, которых очень много, которые очень прожорливые, и водятся на Ближнем Востоке. Соответственно, если налетает стая саранчи, то она сжирает всю растительность, и завоеватели будут подобны саранче, но и сами ассирийцы были ей подобны. Размножайся, как саранча, размножайся, как кузнечики, близкородственная насекомая. Стало купцов у тебя больше, чем звезд на небе, но полиняет саранча и улетит. Саранча действительно в какой-то момент меняет форму своего тела, я не знаю, как это правильно назвать, становится крылатой, есть бескрылая, есть крылатая форма. И вот эти самые купцы, которые сидят, как такая жадная саранча, вот у них вырастают крылочки, и они улетают, поскольку город в осаде, и торговать больше нечем. Стражники твои, что кузнечики, знают твои, что стаи саранчи. И это очень хорошо себе представляем, прожорливые, жадные такие, которые все сжирают. А вот нет, у образов может быть больше одной грани. И саранча, с одной стороны, прожорливые, с другой стороны, насекомые. У насекомых нету теплокровия, они должны ждать, пока их согреет солнышко. Вот ровно здесь это дальше описано. Знать твои, что стаи саранчи пока холодно, сидят на стене, а как поднимется солнце, улетят прочь, и никто не будет знать, где они. Уснули пастыри твои, царь Осирий, покоятся начальники твои. Расселся народ по горам, и некому собрать. Вот описание того, что происходит, когда падает столица, когда уничтожается Ниневия, то, соответственно, все это царство рушится, и все разбредается в разные стороны. Нет исцеления рани твоей, тяжела болезнь твоя, и все, кто слышит о тебе, в ладони бьют. Над кем же не тяготела жестокость твоя? То есть дело не только в том, что Осирия была какой-то внутри себя нечестивой, что она была многобожной, что в ней поклонялись лживым богам, но дело еще и в том, что она была очень жестокой. Поэтому месть других народов, их насмешка над тем, что произошло с Осирией, неизбежна. Вот к вопросу о том, стоит ли становиться мировой сверхдержавой, стоит ли держаться за сферы влияния, за какое-то политическое могущество, чтобы потом, после падения, бывшие вассалы, доминионы, бывшие сателлиты, бывшие сотрудники всевозможных международных организаций договоров, просто радовались тому, что они избавились от этого гнета. Вопрос, конечно, на все века. Это была книга пророка Наума.